Пройти по адресам и посмотреть, выполняются ли поручения. Такую задачу поставили себе сотрудники регионального госжилнадзора. В городе началась серия проверок управляющих компаний. Прежде всего, специалисты смотрят на то, как коммунальщики поддерживают чистоту в подъездах и занимаются благоустройством придомовой территории. Всего с прошлой недели осмотрено состояние более 140 многоквартирных домов. Как выполняются предписания, расскажем в следующем материале. Маленькие недочеты, из которых складывается целая картина. И часто эта картина не радует обычных жильцов многоквартирных домов. Например, грязные окна, сломанное крыльцо, ступеньки, козырьки. Этими вопросами управляющие компании должны заниматься без напоминаний. Но часто они начинают исправлять ошибки только после требования госжилнадзора. Мы выходили с систематическим наблюдением в апреле месяце. Замечания у нас были о том, что не было должной опиловки, то есть деревья соприкасались со стенами здания, потом не было помывки окон. Но на этом доме, в общем-то, не было больше никаких замечаний. Но сейчас мы все это увидели, что управляющая организация произвела опиловку, ничего у нас не угрожает. По словам специалистов, почти все управляющие компании Кировского района следуют указаниям. Однако попадаются и те, кто игнорирует как жалобы жильцов, так и предписания надзора. Например, возле дома 121 по улице 64-й армии долгое время коммунальщики не вывозят мусор, создавая неудобства для жителей многоэтажек. Управляющая компания, муниципальная управляющая компания допустила переполнение контейнеров. Мы уже эту площадку обследовали. Приглашали их, но результат на 100% не выполнили. Крупногабаритный мусор складирован на грунт, поэтому будет приглашаться для составления административного протокола. Если управляющая компания не исправит недочеты, то ей будет грозить штраф до 30 тысяч рублей. Но бывает так, что организация, за которой закреплен дом, откладывает исправление ошибок, но, можно сказать, с законным управданием. Так случилось по адресу Писемского, 91. Оказывается, что этот дом через несколько недель собираются ремонтировать. Поэтому, по словам директора УК, делать двойную работу нет смысла. У нас на июнь месяц идет полностью входная группа покраска и изготовление нового металлических кодырьков прямо по тему здесь вот подъездом. Как только капитальный ремонт внутри закончится, фасада, это замена окон, мы сразу же в план вставляем на текущий ремонт, ремонт подъездов делать. Не, я про помывку, весеннюю помывку. А весеннюю она у нас уже прошла. Просто с этой стороны, понимаете, здесь окна такая характеристика, что они не вытаскивают эти окна. Всего в рамках мероприятия будет проверено более 350 домов во всех районах города. У управляющих компаний будет время до начала июня, чтобы исправить все недочеты. Также организации должны отчитаться перед Госжилнадзором по планам на ремонтные работы на предстоящий отопительный сезон. Сабина Саблина, Максим Мечеряков, Вести 34.